Канада и Украина могут в ближайшее время подписать соглашение о заверениях в безопасности. Проект соответствующего документа Оттава прислала Киеву 12 января. Посол Канады в Украине Наталка Цмотц напомнила, что по словам премьер-министра страны Джастина Трюдо, Оттава еще с сентября 2023 стремится изложить на бумаге свои обязательства по многолетней поддержке, чтобы Украина была уверена в ее предсказуемости в будущем. И у нас, и у других государств в G7 есть понимание, что нам нужен документ, который предоставит Украине эти заверения. Это срочный вопрос. Поэтому мы хотим подготовить такое соглашение, которое мы сможем быстро предоставить Украине, чтобы мы могли объявить, что есть соглашение между двумя странами. Мы уже доказали, что Канада поддерживает Украину. Так что в этом соглашении будет то, что Канада уже делает. Наталка Цмотц посол Канады в Украине в комментарии изданию «Европейская правда». Аналогичное соглашение с Украиной планируют заключить и Соединенные Штаты. В Вашингтоне считают документ о заверениях по безопасности одним из шагов Украины к интеграции в Североатлантический Альянс. Мы уже начали двусторонние консультации с Вашим правительством, с офисом президента, с правительственными учреждениями, и мы обсуждаем с ними, какими могут быть обязательства по безопасности с нашей стороны. Сейчас было два раунда, и переговоры продолжатся. Администрация Байдена стремится к этой договоренности. Бриджит Бринг, посол США в Украине на брифинге 12 января в Киеве. К совместной декларации лидеров стран Большой Семерки и Украины о гарантиях безопасности, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года, присоединилось уже 30 государств. Франция, Италия и Германия передали Киеву проекты соответствующих соглашений. В общей сложности Киев ведет двухсторонние переговоры о гарантиях безопасности с девятью странами. Последний, на полях четвертой встречи советников по нацбезопасности в швейцарском Давосе, к этому числу присоединилась Румыния. Они ознаменовали повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства. Это стало логичным продолжением договоренностей по результатам телефонного разговора президентов Украины и Румынии от 9 января 2024 года и шагом к выполнению совместной декларации лидеров обеих государств от 10 декабря 2023 года. Из сообщений Офиса президента Украины на сайте Офиса президента Украины. Первым соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной заключило Соединенное Королевство. Таким образом, Киев и Лондон формализовали поддержку, которую Великобритания оказывала и продолжает оказывать Украине. Помимо оборонно-промышленного сотрудничества, это и обмен разведданными, и противостояние угрозам информационной и кибербезопасности, медицинская и военная подготовка украинских специалистов. Отдельное внимание уделили войнам, которые Россия предположительно может развязать в будущем. В случае, если Россия снова нападет, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине. Быструю и надежную поддержку по безопасности, современное вооружение для защиты на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России. В этом отношении есть четкое и важное обязательство. Соединенное Королевство стало первой европейской страной, которая предоставила Украине летальное оружие и первой в мире, обязавшейся передать танки и дальнобойные ракеты. 12 января 2024 Великобритания стала первым государством, которое подписало с Украиной договор о заверениях в безопасности. Такая проактивная позиция Лондона, вероятно, станет побуждением для других стран-союзниц Украины заключить аналогичное соглашение в ближайшее время.